Слава Господу Дорогой Господь, в этот вечерний час, Господь, в час молитвы, в час, когда мы собрались в Доме молитвы, Господи, мы просим, прими от нас всю славу и честь. Господи, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за возможность говорить сегодня о жертве Господа Иисуса Христа. Слава Тебе! И наше сердце, оно наполнено благодарностью, хвалою, Господь, поклонением Тебе, потому что Ты был заклан за нас, Господь, Ты претерпел сильно и много, чтобы искупить себе народ от этого мира. Господи, народ особый, ревностный к добрым делам, как Твое Слово говорит. Господи, и этот народ сегодня молится к Тебе в этот воскресный день. Господи, мы обращаем свой взор к небесам, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего назад. Господи, как Ты обещал, что Ты придешь и возьмешь нас к себе. А сегодня мы здесь, сегодня мы на земле, Господь, и мы собрались, чтобы говорить о Господе, чтобы Тебе петь, чтобы молиться, чтобы вместе читать Твое Слово, Господь. И мы начинаем это собрание с молитвы. Мы открываем Тебе свое сердце и говорим, Господь, дорогой Иисус Христос, Духом Святым, приди сегодня в это собрание, Господь, и говори среди нас, раздели этот хлеб, Господь, раздели эту чашу с нами, Господь, и мы хотим быть вместе в этом общении. Дух Святой, Господи, благослови нас. Господь, благослови молодежный хор, благослови молодых проповедующих братьев, Господи, да будет во всем этом собрании непрестанно прославляться Твое Святое Имя. Хвала Тебе, наш Бог Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. В начале нашего собрания мы споем псалом, общим пением номер 1476. Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою. Благодарю. Прославим Господа. Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою. Благодарю. Я за Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Я за Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Благодарю. И за любовь Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Любовь Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Любовь Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Любовь Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Любовь Тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. За то, что счастье я в полу мою Тебя создал судьбой. Благодарю. Обратимся к Божьему Слову. Прочитаем из книги пророка Исаия с 53 главы. Книга пророка Исаия, 53 глава, с 1 стиха. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъяслен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Аминь. Сегодня, в этот воскресный день, вечером, можно сказать, как и обыкновение такое есть, молодежное собрание, и мы собрались, чтобы вместе читать Божие Слово, вместе славить Господа, вместе поклоняться Ему. И вот в этом первом салме, который мы пели, есть такие слова «За то, что счастлив я, благодарю». «За то, что счастлив я, благодарю». Наверное, в Библии мы не найдем этого слова, именно вот в этой форме счастья. В синодальном переводе, скорее всего, это слово звучит как «блаженство», «блаженны». «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Но, конечно же, вот это вот слово и вот это состояние сердца – это то, чем отличаются верующие люди здесь на земле. Вы знаете, иногда мы бываем свидетелями, когда и люди того общества, в котором мы живем, наши ближние, которые окружают нас, собираются на какие-то праздники, звучит громкая музыка, возможно, зал наполнен, и порой так смотришь в эти глаза людей, которые собрались по поводу какого-то праздника. И, кажется, ну, все располагает тому, чтобы праздновать и веселиться. Но в глазах какая-то печаль. Может быть, на лице такая дежурная улыбка присутствует, но глаза и взгляд человека куда-то устремлен вдали. Ты видишь, что при всем этом шуме вокруг сердце человека чего-то ищет, чего-то еще не нашло, не успокоилось. И, братья и сестры, как счастливы мы сегодня, что, возможно, мы не умеем улыбаться вот этой такой дежурной улыбкой, как люди так говорят и даже уже иронизируют над этим. Но когда человека остановишь, может быть, с серьезным таким взглядом он сидит, серьезно сосредоточен, слушает Божие Слово, но остановишь его после служения, спросишь, как дела, и человек улыбнется, скажет, слава Богу. Может быть, не все так просто и складно, как хотелось бы, но Господь благословляет, дает помощь, утешение дает, и все будет хорошо. И ты смотришь в эти глаза верующего человека и понимаешь, что вот эта искренность, вот эта простота христианской жизни, простота обычного человеческого сердца, который говорит, как есть, который утешается Господом и имеет в этом такую нормальную, блаженную, нормальную человеческую радость. Братья и сестры, ну мы прочитали вот Слово Божие, Слово из пророчества, которое произнес пророк Исаия. за много лет до Рождества Иисуса Христа. И здесь говорится совсем не о радости, здесь говорится о казни, о позоре, о болезнях, о большой-большой скорби, которую перенес, в котором здесь написано, мы так понимаем, о Господе Иисусе Христе. И слова этого пророчества начинаются вопросом. Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? То есть, кому открылась Божья сила? Вы знаете, когда я помню, будучи еще таким молодым человеком, читая Библию, встретился вот с этой главой и читал это местописание, конечно же, я и слышал проповедь на это местописание, и в церкви, я помню, в воскресной школе мы учили некоторые стихи, как золотые стихи. Но вы знаете, когда я, читая Библию, сам встретил, вот среди, подряд читая Библию, вот эту 53 главу, у меня просто такое желание поднялось заучить это место наизусть. И я помню, я повторял его, читал, читал и не занял это много времени, чтобы выучить это местописание наизусть. Конечно, молодежь, я вам открою такую тайну, что если ты не повторяешь периодически стихотворение или вот псалом наизусть, который выучил вот эту главу, то остаются отрывочно стихи, но всю главу сегодня я бы уже не мог рассказать. Поэтому я думаю, что молодежь, пока есть свежая память, запоминайте, пока есть у нас свежий ум, наполняйте сердце свое и свой разум золотыми стихами. И это место, это как вообще гимн подвига Иисуса Христа. Еще просто перед тем, как мы вернемся к этому месту, я вспоминаю, один брат, проповедник, пастор церкви, мне кажется, это американец был, он говорит, что когда он стоит в очереди в магазине, очередь бывает длинная, вот сейчас предпраздничная пора, то этот брат, он для себя просто такое правило взял. Я, мне кажется, об этом говорил уже когда-то. Говорит, я стою в очереди и не разглядываю вокруг цены, товары, но я стою и повторяю места Писания, которые я помню. Вы знаете, иногда очередь – это такое место, от которого ты должен ее отстоять. Вы знаете, или в поликлинику мы пришли, или в магазин, и тебе нужно купить. И собралось много людей. Можно стоять и проводить это время праздно, но, знаете, пример этого человека меня удивил. Когда вокруг суета, когда вокруг люди бегут, этот человек мысленно умеет остановиться и вспоминать места Писания. Вы знаете, я тоже так иногда делал. И получаешь через это благословение. Кто поверил слышанному от нас? Задает вот такой вот вопрос. Пророк, движимый Духом Святым. Кому открылась Божья сила? В чем Божья сила, братья и сестры? А в том, что Христа, Христа люди видели не так, как полководца, который пришел и все покоряет. Весь его вид говорит о том, что он всемогущий, и тот, кто ему не будет повиноваться, будет повержен. Христос пришел, как отпрыск из сухой земли, как росточек, который так легко раздавить, как легко его, просто не заметив попрать, и, кажется, его уже и нет. Но Христос вот в таком виде явлен, был миру. Братья и сестры, почему так? Я себе задавал такой вопрос. Я думаю, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем слова Иисуса Христа, Он не пришел, как победитель, чтобы победить. Он пришел, чтобы как слуга послужить. Почему-то люди идут и любят идти за сильными людьми, за сильными личностями, за теми, которые говорят громко, обещают много, провозглашают и очень смело это провозглашают. Братья и сестры, служение Иисуса Христа было таким, как мы можем сказать, когда народ Его окружал, казалось бы, что Он уходил от этих толк. Он не искал этой известности, но сами люди, в виде Его дела, они громкие слова и какие-то лозунги стремились к Нему. Не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Братья и сестры, когда мы идем за Господом, когда мы собираемся на служение, когда мы ищем встречи в церкви, я задаюсь тоже вот этим вопросом, что нас привлекает, что нас привлекает к Нему, который бы привлекал нас к Нему, вид или содержание, форма или то, что несет эта форма. Братья и сестры, и вот над такими вопросами, я думаю, и рассуждаем не только мы в наше время, но читая христианскую историю, я нахожу те же образы, те же вопросы, на которые люди рассуждали. Не знаю, как вы, я люблю историю, я думаю, что наши молодые друзья, которые еще в школе, сидят за партой, может быть, в университетах кто-то изучает историю. Вы знаете, что было в конце Средневековья такая пора, которая называется Возрождение, да? Люди даже такое дали слово, Возрождение, мне кажется, очень христианское слово, но в тот вот, после темного, как принято говорить, Средневековья, наступила вот такая пора. Люди обратились назад, к истокам, как бы, из такой темноты, к свету. Но к какому свету, друзья? Вы помните, очень сильно заинтересовались греческой, римской культурой опять, эллинизм. Опять начали воспевать и обращать большое внимание на красоту человеческого тела. И вы знаете, как один человек, один очень метко сказал, что искусство наконец-то показало свое лицо. То есть, много было хорошего и в Средневековье. Много было на самом деле достойных вещей. Люди понимали мир, как сотворенный Богом, мир для человека, где человек представлял, и так и есть по Писанию, падшим, падшим себя. И человек смотрел на свое тело, как на самом деле падшее, которое Христос пришел, чтобы искупить. Но вот пришло другое веяние, другое понимание. И знаете, даже вот таким христианским словом это назвали возрождение, но возродился вовсе не человек, а возродилось, можно так сказать, лучше сказать, что опять такое понимание, что человек – это центр, человек – это это почти что Бог. Нужно только чуть-чуть постараться, подучиться, и все у него получится. Братья и сестры, вот прошло уже с этой поры более 500 лет, но мы видим, что вот это вот возрождение, обращение к культуре, обращение к таким вот высоким идеалам, в принципе-то человека не изменили. в принципе-то, как и тогда, так и сейчас человек борется с теми же самыми пороками, и, мне кажется, даже и некоторыми этими пороками порой и гордятся люди. Братья и сестры, но мы опять и опять смотрим, как тогда, так и сейчас, на Христа, который был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Братья и сестры, как тогда, так и сегодня, вот в преддверии Рождества, много ли люди обращают свое лицо ко Христу? Много ли они поворачивают его, свое лицо, к Богу своему? Вот, я думаю, мы ответим, что сейчас наша эта христианская Европа, она уже только лишь по названию христианская. Когда мы празднуем Рождество, редкий человек вспоминает о Господе Иисусе Христе, и сегодня, когда мы говорим о страданиях Его, о Его смерти, то мы, братья и сестры, понимаем, что вот это эпогей, вот это победа Господа Иисуса Христа, но люди этого мира бы сказали, что жалко, такой хороший учитель, такой святой человек, в кавычках, как бы они представляют, но такой грустный финал. Но мы проповедуем, как и здесь написано, Христа распятого, Божию силу, Божию премудрость. Скажем слава Господу, братья и сестры, слава Богу, что мы сегодня не отворачиваемся взор от Него, мы не стыдимся смотреть туда на Голгофу, где Господь пригвожден и, казалось бы, бессильно там приносит эту жертву, потому что мы знаем, что пройдет три дня, и Он во славе воскрестит. Мы знаем, что придет день, когда Он опять вернется, и Он за кем вернется, братья и сестры? За церковью своей. Он придет за своей церковью. Его не было задачи искупить, искупить этот мир грешный, порочный. И Он избрал себе церковь, и Он сказал, земля, и все дела на ней сгорят. Братья и сестры, мы ожидаем Господа с небес, и наша задача сегодня, чтобы еще больше людей услышали об этой Евангелии, поверили в Него, и пришли к Господу Иисусу Христу с покаянием. Братья и сестры, я призываю нас всех к молитве, и давайте мы прославим Его за то, что Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, и давайте вместе исповедуем то в нашей молитве, что ранами Его мы исцелились, получили прощение грехов и дар вечной жизни. Аминь. Помолимся. Ирина. Слава Тебе, Ирина. Благословляем имя Твое Святое, Господь. Аллилуйя, слава Тебе. Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. О, Господь, о, слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, Боже, за спасение, за искупление, за благодать Твою. За благодать Твою, Иисус Христос, явленный нам, Вы, Иисус, на кресте. Господи, это было. Явленная любовь Твоя, Господи. Это есть настоящая жертва за грехи наши, Господь. Слава Тебе, Господи. Айллюмия. Слава Тебе. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Божий Сын. Слава Тебе, единый живой Бог. Господи, в этот час мы обращаем лицо свое к Тебе. Господи, распятый и воскресший, прославленный, вознесенный, сидящий одесну и отца. Слава Тебе, Агнец Божий. Благословляем имя Твое Святое, Господи. Господи, потому что мы некогда вместе с этим миром, Господи, не понимали этой жертвы. Мы некогда были не народ. Господи, блуждали как овцы, совратились с каждым на свою дорогу. Господи, но Ты привлек нас к себе. Господи, невидом каким-то, Господи, невидом Ты привлек нас к себе, но своей любовью, Господь, кровью Своей Ты, Господь, искупил нас к себе. Ты доказал Свою любовь на кресте, Господи, смертью заплатив за нас, за грехи наши. Слава Богу! Благодарим Тебя. Господи, и сегодня, Господи, в этом собрании, во время этого богослужения, Господь, мы ищем, Господи, не формы, мы ищем Тебя. Господи, мы ищем Твоего действия сегодня на этом месте. Мы ищем, чтобы Ты своим Словом, Господь, разбивал скалу и камень, Господи, чтобы Ты, как обоюдоострым мечом, Господь, Господи, проникал глубоко до разделения души и духа, Господи, в мое сердце, в сердце каждого человека. Господи, благослови нас. Отец Небесный, мы сегодня собрались здесь, чтобы, Господь, проставлять Тебя, чтобы нашими устами исповедовать, Господь, что в крови Твоей есть прощение грехов, что ранами Твоими мы исцелены, Господь, и мы бы этом громко хотим в молитве сговорить, исповедуя это, Господи, своими устами исповедуя это, Господи, как Слово Твое говорит, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, Господь. Господи, мы говорим, и мы, Господь, говорим это, Господи, вслух, Господи, говорим о том, что Ты есть наш Спаситель, Ты есть наш Господь, Ты есть наш Царь. Господи, освети наш Своим присутствием. Господи, Ты знаешь, Господь, как мы поступаем, мы, Господь, стремимся к Тебе. А если что-то сделаем не так, Господь, согрешаем, прости, покрой Твоей святой кровью, а мой, Господи, мы, Господь, идем к Тебе. Господь, мы хотим сокрыться во Христе, чтобы облачиться праведностью Господа Иисуса Христа. Слава Тебе! Нет в одном другом имени спасения, кроме Господа Иисуса Христа. О, слава Тебе за Твою благодать, спасающую, научающую, Господи, отвергнуть прошлую нашу жизнь и исполняться Духом Святым, исполнять заповеди Твои и поступать по правде. Господи, слава Тебе! Благослови наше это собрание, Господь! Благослови молодых людей, молодежь, Господь, в нашей церкви. Благослови их, когда они бывают, Господи, в школе, когда они бывают на местах учебы, Господь, может, кто-то уже и работает. Господи, благослови их там, где они есть среди этого мира, чтобы мы все были светом Твоим. Господи, не видом, Господь, но делами. Господи, чтобы мы показывали, что мы истинные ученики Господа Иисуса Христа. Помоги нам, Господь! Это совсем не так просто, как говорить, Господь, но помоги Церкви Твоей. Благослови нас, Господь! Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благослови нас, Господь! Благослови нас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не хочу, чтобы вино и хлеб вдруг стали лишь ритуалом без души и чувств Хочу иметь осознанность момента, приняв достойно их из твоих рук Я не хочу остынуть к тебе сердцем, хочу любить всем сердцем, всей душой, всем разумом своим, всей силой И искренно ходить перед тобой Я не хочу служить лишь потому, что надо, хочу, чтобы отолилась из души и петь хочу от искренности сердца, чтоб каждым спетым словом жить Я не хочу заботиться о том, что скажут люди, хочу заботиться о том, что скажешь ты, как ты оценишь слово и поступки, и если делать что-то, делать от души Я не хочу быть посвященной миру и привязаться, Господи, к земле Хочу, чтоб сердце к горнему стремилось, стремиться всей душой к тебе Я не хочу идти по ложным ориентирам и главной цели так и не дойти Я не хочу истратить свои силы на то, чего ты не просил Я не хочу, чтоб жизнь была формальной и ценность дней бесчувственно прожечь Чтоб день, когда мы встретимся с тобою, могла уверенно в глаза тебе смотреть И знать, что веру в жизни сохранила и совершила то, что ты велел Что ожидает меня радость Господина и в вечное блаженство и венец Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Скажет, что тебе что-то болит, он подойдет, он обнимет, он начнет жалеть. И всегда говорит, все будет хорошо. Знаете, пришла весна, мы снова поехали на консультацию, и врач говорит, ножки снова кривятся, надо будет, наверное, оперировать. Говорит, пройдет лето, говорит, пусть он побегает, ну, возможно, будет все хорошо, может, не надо. Пришло лето, мой сын сломал левую ногу. И когда мы сейчас приехали осенью, врач говорит, знаете, ножки надо оперировать, потому что, говорит, вы выбираете либо операцию, либо сын в будущем инвалид. Знаете, мне настолько вначале был страх и, возможно, стресс, потому что я не ожидала такого. И, конечно, любая мама согласится на операцию. И когда мы приехали, планировалась вообще одна операция. Но когда мы приехали, уже ложиться в больницу, перед этим, конечно, много, много кто молился. Молились дети. И, кажется, одному два года, второму три племянницы, которые тоже там три с чем-то, три, четыре. Они все молились за нашего Сашу. Когда мы приехали, приходит делегация врачей и говорят, «Если планировалось поломать одну ножку, то, говорит, теперь планируется дробить полностью питу и стопу». И, знаете, мой Саша, я ожидала другой реакции от ребенка. Но когда его прооперировали, когда эта операция прошла два часа с общим наркозом, мне привезли в палату ребенка, мой сын отошел, и он начал петь. «На ладони Божьей птичку не пугает зло». И, знаете, я вижу, насколько Бог ведет, насколько мы, возможно, в этой суете и забываем поблагодарить Бога. Возможно, забываем даже в суете встать на колени, но насколько Господь милует нас. И через все эти испытания, трудности, Господь говорит через наших детей. И, дорогая церковь, спасибо вам за молитвы, спасибо служителям за молитвы. И также пусть Господь вас благословляет и ваших деток. И, знаете, пусть Господь простит нас, родители, что мы, возможно, не столько времени и молитвы уделяем для того, чтобы наши дети росли благословенными. Но я благодарна Господу за то, что вместо нас думает Он. Слава Ему за это! Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха, и слов лукавых тешевизна, и послевкусия греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брат-то брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа. Я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят, но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею, но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись. Мотивы, увлечения, нужды. Чем ты наполнил эту жизнь? Зачем нам представлять, что будет, и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше. И мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать. Проверь себя. Не отречешься, когда наступят на мозоль? Спроси себя, над чем смеешься? Как реагируешь на боль? Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битву соверность Господу Христу? Что нам за будущее, братца? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс, когда не брезгуем с соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим, я б умер со Христа. Но надо ли нам ставить к стенке, ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска, ты лучше интервью с собою сегодня не предай Христа. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он ведет своей рукой. Таша, вознеси молитву слух, и мы прославим Господа вместе. Господь, Господь, слава тебе. Дорогой Господь, Бог, я благодарна Господь тебе за то, что я стою тут, Господи, в доме твоем, Господь, в церкви Иисус, за то, что есть возможность Господь посещать, Господь, это дом молитвы, Господь, в которой Господь устоит, Господь во веки, Господи, слава тебе. Иисус, я благодарна, Господь, за Духу твоего святого, который ведет, Господь, который наполняет, Господь, который охраняет, который сопровождает и милует, слава тебе, Господи. Господи, мы не достойны, Господь, то, что имеем, Иисус, но ты есть Бог чудный, Господь, темилующий Иисус, И ты сегодня даешь для нас все, Господи, чтобы мы только шли, Господи. Ты даешь то, Господь, чего мы не заслужим, но ты даешь. И ты сегодня притягиваешь руки к нам, и ты нас ждешь, Иисус, слава тебе, Иисус. И я прошу тебя, прости, Господь, что Иисус, наша жизнь, Господь, мы посвятили в эту суету, Иисус. И ты видишь наши дни, Господь, которые бегут, бегут, Иисус. А мы, Господь, так мало времени проводим в общении с тобой, Иисус. Прости, Господь, Иисус, и мы нуждаемся в тебе, Господи, мы нуждаемся в хлебе твоем, Иисус. Мы нуждаемся в помощи твоей, Господь, потому что сами мы не можем, Господи. Потому что, Господь, мы ничто, и мы слабы без тебя, Иисус. А ты есть альфа и мега, Господь, слава. А ты есть Бог милосердный, а во отче, начало и конец, аминь, а во отче, слава. Иисус, я посвящаю, Господи, тебе наших детей, а во отче, а во отче, а во отче, а во отче, и я бы, Господи, благодарна тебе за сына, Господь. Иисус, что ты, Господь, дал ему родиться, и ты помог, Господь, пройти трудности, и я верю, что ты нам и дальше будешь помогать, а во отче, и я бы, Господи, 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 и я бы, видишь каждого ребенка, Господь, члена в церкви, Господь, Овоочи, и мы всех посвящаем тебе, Овоочи, и также наши сердца, сердца родителей, Рабе Десклайдос, меняй нас, Овоочи, Горобе Десклайдос, чтобы церковь была наполнена, Господь, Рабе Десклайдос, народом и детьми, Овоочи. Слава тебе, Господь Иисус, прости нас, Господь, за многое-многое, Господь, и дай нам мудрости, Господь, Идти, Иисус, и прославлять Твое имя, имя Бога, живого и единственного, слава Тебе, Иисус. Иисус, слава и благослови, Господь, дальше служение, Господь, каждое сердце, Господь. Кто будет, Господь, говори слово, Господь, петь их, Господь, и считать стихи, Господь, слава Тебе. Да прославляется только Твое живое имя, Иисус, вечный Бог, Бог могучий, альфа и омега, начало и конец. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры, хор прославит Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Когда Христос меня простил и землю в небо превратил, среди скорбей, среди угроз, там небо, где со мной Христос. Давайте встанем, прославим Господа. Хвала Христу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будем слышать Божие Слово. Присаживайтесь. Слава Богу! Я прочитаю местописание из книги пророка Исаия из 30 главы. С первого стиха. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзу, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестьем, потому что князья его уже в Цуане и послы его дошли до Ханеса». Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. «Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение, тесноты, откуда выходят львицы и львы, а спиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдах сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их, сидеть спокойно». С 15 стиха. «Тому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блажены все, уповающие на Него. Аминь». В этом месте Писание говорится о довольно сложном времени для иудейского народа. Наверное, это время можно отчасти было бы сравнить с началом 19 века, когда по всей Европе было такое настроение, было ожидание войны. Все знали, что вот-вот оно начнется. Никто не понимал, кто чей союзник. И знаете, если мы знаем историю, например, даже Второй мировой, то сначала Англия и Франция хотели столкнуть Советский Союз и Германию. Потом так получилось, что Советский Союз и Германия побыли немножко союзниками и атаковали Польшу. Потом Германия, так сказать, напала на Советский Союз, и там вечно были какие-то разборки. Кто-то с кем-то, даже после войны многие союзники стали врагами. И знаете, в то время было похожее время. Были войны, и люди вообще не понимали, кому можно доверять, на кого можно надеяться и кто чей друг. У каждого были свои мотивы, каждый имел какие-то свои цели во всем этом. И это действительно было довольно сложное время. И пророк Исаия, он выражает свое недовольство тем, как вот власти Иерусалима, власти иудеи, как они себя вели в это сложное время. И знаете, мы можем задать себе также вопрос, как мы, как христиане, должны себя вести, когда нам сложно, когда у нас какие-то переживания. Вообще, здесь, если читать вначале, то мы считаем, что пророк Исаия, он немножко осуждает, что иудеи вот так пошли советоваться с египтянами. В принципе, мы знаем из Писаний, что Господь запретил бы, запретил вступать в союз с народами, которых Израиль должен был завоевать. Это марийские народы, которых они изгоняли, но Господь не запрещал вступать в союзы с другими народами. Например, мы можем вспомнить царя Давида, который очень хорошо дружил с тирским царем. Хотя тирский царь и вообще этот тир, это были те еще грешники. В Иезекииле, в 28 главе, пророк сравнивает тирского царя с самим сатаной и говорит, вот ты был как херувим осеняющий, когда в тебе потом нашлось это беззаконие. То есть, вообще, даже сам Давид, мы можем вспомнить, он дружил и с Амманицким царем какое-то время, и с другими, и своих родителей он когда-то отводил к Моавицкому царю. В то время сами по себе вот эти, как сказать, союзы, они не были греховными. То, что ты вступил в союз, вот ты подружился с египтянином, ты грешник. Можно вспомнить Соломона, у него даже жена была египтянка, и с многих других народов он дружил, ну как дружил, он принял к себе царицу Савскую. То есть, как вы видите, сами отношения вот с другими народами для евреев, они как-то не считались чем-то ужасным, чем-то, какими-то плохими вещами. Но здесь немножко другая ситуация. Если посмотреть на историю иудеи, то можно легко заметить, что им не хватало хладнокровия, и они очень часто были замечены в непостоянстве. Вы знаете, когда вот Езекия вернулся и стал отстраивать Иерусалим, негодные люди написали тогда письмо Артаксерксу и сказали, ты разыщи в своих книгах и найдешь, что этот город, этот город мятежный. И вы знаете, на самом деле это правда, иудеи, они были довольно таким мятежным народом, и очень часто они предавали своих союзников. Из-за чего было разрушено израильское государство, царь Осия отошел от ассирийского царя, за что был уничтожен. Мы можем вспомнить, что Вавилонский царь пришел и уничтожил Иерусалим, потому что царь, опять же, предал его. И иудеев, в общем, у них была такая странная политика, им не всегда не хватало хладнокровия. Они чуть что? Шли дружить с одним, потом его предавали, шли дружить с другим. И вот в таком отношении всегда пытались найти какое-то, как бы правильно вот это сделать, как бы правильно поступить. И в конце концов это их погубило. И вот в этой ситуации мы читаем, что иудеи, они пошли искать союзы с Египтом, не посоветовавшись с Исаией. То есть они не пошли к пророку, не спросили Исаия, может быть нам стоит там с египтянами подружиться. Нет, они не пошли. Почему? Потому что очень часто вот эти союзы, они сопровождались некоторыми другими вещами. Мы можем вспомнить царя Хаза, который пришел к ассирийскому царю, и после этого он увидел там новый жертвенник и сказал, я построю себя такой же жертвенник. Он пришел в храм иудейский, отодвинул старый жертвенник и построил какой-то языческий жертвенник. То есть, когда люди искали какой-то помощи у народов, они шли на компромиссы. И с теми же египтянами, скорее всего, тоже так же было. Надо было отдать свои сокровища, надо было поступиться еще с чем-то. И именно поэтому они и не шли к пророку Исаии. Они знали, что пророк Исаия скажет, нет, что вы не сможете с ними подружиться, что у вас не получится честным способом, чтобы пришла эта помощь от иудеи. И вот мы здесь считаем, что эти люди, что здесь, может быть, так можно обратить внимание, что им пришлось далеко идти через долгие пустыни, где львы, где змеи, что, само собой, довольно, может быть, иронично, что для того, чтобы найти безопасность, им пришлось идти в пустыню, к львам и к змеям, как-то пробираться через те места, чтобы дойти до этого Египта. И в конце концов они дошли, они отдали свои сокровища. И, ну, знаете, вот Исаия сказал, что Египет, вот, он вам не поможет, что вот то, что вы хотели, вот эта помощь, она, они вам не помогут. И, знаете, на самом деле так и произошло. Все это происходило во время царя Езеки, хоть мы знаем, что царь Езеки был довольно праведным, но в тот момент, когда вот произошло это сражение между египтянами и ассирийцами, египтяне были разбиты, и Израиль, Израиль уже давно не существовал, а иудея была со всей стороны окружена. И вот здесь, вот, также из 15 стиха мы можем прочитать такие вещи, что вот эти люди, они пытались найти какое-то оправдание своим действиям. Господь здесь говорит, что для иудеев говорил, что единственное ваше, может быть, спасение, это оставаться в покое и на своем месте. То есть, грубо говоря, Исаия им говорил, хватит, может быть, составлять вот эти странные договора, хватит, может быть, предавать один народ, второй народ, успокойтесь уже. Просто оставайтесь в каком-то спокойствии, и вы бы тогда спаслись. Но иудеи действительно они не хотели. Они говорили, что вот у нас есть, может быть, лошади, у нас есть запасной план, если что мы сможем убежать или что-то подобное, но в конце концов им это не помогло. И знаете, у нас, как у людей, у нас тоже бывают сложные моменты в жизни. Может быть, не такие сложные, как у того народа. В то время война означала переселение, означала смерть близких, означала многие другие страшные вещи. Сегодня нам не угрожает война, сегодня, может быть, нам не так сильно угрожает смерть близких нам людей и похожие проблемы, но все же мы сталкиваемся с какими-то сложными моментами, когда нам сложно, когда мы не знаем, как поступить, когда мы нуждаемся в каком-то совете. И действительно, я вот вначале задал вопрос, как мы должны поступать, как мы должны себя вести в такие моменты. И мы можем взять для себя урок от этого народа. В сложные моменты, как написано в этом месте, надо не поддаваться смятению и не паниковать. Когда что-то случается в нашей жизни, очень часто, подобно вот этому народу, когда вот израильтяне, они были в смятении и не знали, что делать, и паниковали, то в одно место бежали, то в другое, у одних помощь просили, у других. Все свое золото отдали на народ, который и так им и не смог помочь. И вы знаете, когда приходит какая-то беда в жизнь человека, в жизнь христианина, тоже бывает, бывает, случается так, что подаешься к какому-то смятению и начинаешь паниковать и думать, как же, как же пойти, как же вот решить эту проблему, и ты уже не можешь спать, не можешь есть, не можешь еще что-то делать. Тогда, словно, как в Библии написано, что унылый дух, он сушит кости, то очень сложно тогда действительно принять правильное решение. Я когда-то давным-давно прочитал название одной статьи, что, она так называлась, что ученые выяснили, что верующие люди живут короче других. Вы знаете, я посмотрел эту статью, и там было написано о том, что в наше время верующие люди, они испытывают довольно большой стресс на работах или на других местах, потому что, ну, над ними, может быть, как-то смеются или еще что-то. И люди, они вот верующие видят, они чувствуют какой-то стресс, им, ну, не очень приятно. И из-за этого, из-за стресса, который люди испытывают, действительно жизнь, она, ну, действительно стресс, он имеет физические последствия. Если много из-за чего-то переживать, то можно нажить себе какую-то болезнь. Если очень много нервничать, то можно действительно заболеть чем-нибудь. И, знаете, действительно, в такие моменты, когда приходит какая-то проблема, вместо того, чтобы, может быть, расстраиваться, может быть, плакать или отказываться от еды, и, может быть, пребывать в каком-то унынии, надо, Бог советует, и Бог говорит, оставаться в покое, то есть оставаться спокойным. И это вот первая вещь, что как нам следует поступать. Второе, что мы можем увидеть из этой истории, что Исаия осуждал этот народ, что они не советовались Богом. И, действительно, в сложной ситуации нам не только надо оставаться, может быть, спокойным, но и также советоваться с Богом. Можно спросить, конечно, что значит советоваться с Богом. Сегодня у нас нет пророка Исаия, к которому мы могли бы пойти и спросить, как нам поступить. У нас нет Хурима и Тумима. В то время у священников был такой жребий, назывался Хурим и Тумим. Они его бросали и вот так принимали решение. Например, когда Давид спрашивал у Бога, бежать ли мне за филистинами, за филистинлянами или нет, догоню я их, то именно в тот момент возле него был священник Авиафар, и они бросали этот жребий. И так в то время действительно принимали решение. У нас нету такого, мы не можем как-то точно определить. Но чтобы принять решение, которое будет согласно, может быть, Божьей воле, мы должны подумать, наше решение противоречит ли Божьим принципам. Потому что очень часто, когда приходит что-то сложное, то мы говорим, что отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Что, ну, вот такая ситуация, надо поступить так и так, может быть, не очень честно, может быть, я там кого-то обману. Ну, так сказать, сложная ситуация. То надо подумать, является ли наше решение, согласно ли оно с Божьими принципами, которые написаны в Библии? Согласно ли оно с теми, чтобы не обманывать, чтобы оставаться честными? Также надо задать себе вопрос, от наших ли действий будут ли какие-то последствия? Потому что иногда, возможно, после каких-то наших действий по отношению к какому-то человеку бывает потом даже стыдно сказать, что мы христиане, и бывает даже стыдно, и невозможно человека пригласить в церковь после каких-то, возможно, наших действий. Если мы где-то поступим как-нибудь слишком хитро или слишком умно, то потом нам будет очень неловко. Если мы, может быть, едем на дороге, там кого-то, кого-то там обругаем, что он нас там подрезал или что-то, а потом встретим этого человека в церкви, то мы, наверное, будем первые 10 секунд избегать его, потом, может быть, будем прятать свой взгляд от него. Вы знаете, действительно, бывают такие, может быть, какие-то дела, после которых нам сложно, нам сложно либо пригласить человека в церковь, и мы понимаем, что наши поступки, они как-то обесценивают, может быть, репутацию, может быть, верующих людей, потому что некоторые люди, может быть, называя себя христианами, иногда делают такие дела, что неверующие люди, они, зная, что это человек-христианин, они потом могут говорить, да как же, вот человек, это христианин, он так поступает. Наверное, все христиане такие же. И на самом деле до сих пор многие люди неверующие, они припоминают, может быть, грехи средневековой церкви, говорят, что в этой церкви оно вот все вот так, но все это тьма, все это такое непонятное. И так же, что значит советоваться с Богом, это советоваться так же со своим разумом, принимать действительно какие-то разумные решения, принимать какие-то решения, которые непонятно на чем основаны, которые не имеют под собой каких-то оснований, но действительно, чтобы это было обдуманное решение. И тогда, если наши решения соответствуют Божьим принципам, если они не имеют последствий, и если они действительно соответствуют разуму нашему, то это решение от Бога. И так же Господь здесь говорит, оставаясь на месте и в покое. То есть в сложных ситуациях надо, Бог Господь говорит, оставаться на месте. Это означает, что когда мне сложно, то я все равно продолжаю ходить в церковь, я все равно продолжаю служить Богу, я все равно продолжаю делать что-то для Бога, я продолжаю Его благодарить, Его хвалить, Его славить, несмотря на то, что, может быть, я потерял работу или у меня произошло какое-то горе. Это не значит, что я теперь не буду ходить в церковь, это не значит, что я теперь уйду и сяду где-то на последний ряд, но это означает, что я останусь на своем месте, там, где Бог меня поставил. И далее здесь написано в тишине и уповании. То есть в тишине это означает не рабща, не выражая свое недовольство, даже находясь самим собой в своей комнате с каким-то спокойствием принимать то, что произошло, не рабща, может быть, на своих друзей или на каких-то других людей, но оставаться в уповании. И знаете, вот, если мы не будем так поступать, то, как вот здесь написано, что от угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежит так, что остаток ваших будет как виха на вершине горы. Если мы будем на каждую какую-то проблему, мы будем паниковать, мы будем неспокойны, будем нервны, будем пытаться что-то сделать, то от каждой мелкой проблемы в нашей жизни будет какое-то уныние, будет стресс, будут какие-то неприятности. Мы не научимся, как правильно справляться с проблемами. А в жизни всегда бывают проблемы. Не бывает у кого-то какая-то жизнь, чтобы не было проблем, чтобы не было тяжелых ситуаций. Они приходят, они случаются, они бывают. И самое главное – правильно принять их, правильно отнестись к ним. И действительно не согрешить в этих ситуациях перед Богом. Поэтому, когда будут приходить какие-то сложности в нашей жизни, не будем поддаваться унынию или идти на какую-то неправду, чтобы как-то помочь самому себе. Но будем сохранять спокойствие и упование на Бога. Аминь. Братья и сестры, сейчас мы будем петь общим пением псалом. И во время пения хора те, братья и сестры, которые утром не имели возможности принять участие. Вечерей Господней, пожалуйста, спуститесь вниз, и там брат Виталтас преподаст вечерю Господню. Мы будем петь 59-й псалом. «Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь Ты, Тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Встанем, будем петь молитвы». «Ты знаешь, Боже, мое желание, Мое желание, мои молитвы слышишь Ты, Тебе известно мое стадание, Мое стремление и мечты. Ты знаешь, Боже, мое желание, Мое желание, которые не мечты. И еще я погашиваю честности, Где мы. Моих всем сердцем Тебя люблю я, Хочу с Тобой, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И в конце нашего собрания из Евангелия от Иоанна, из 13 главы, с 21 стиха, отрывок, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики, озираясь друг на друга, неудумевая, о ком он говорит, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, которому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. И как у Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и как сказал Иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь, заповедь новую даю вам. Но любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Но потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал им, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за Тобою? Я душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему, душу Твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю Тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня. Трижды. Аминь. Дорогие братья и сестры, небольшой достаточно отрывок. Я сразу скажу, может быть, всего, что там упомянулось, не подчеркну, но для контекста, для того, чтобы была видна вся эта ситуация, эта картина, я его сознательно прочел. Конечно же, хочется остановиться в первую очередь на 32 стихе, 31, когда Иисус говорит о прославлении, о том, что настало время, когда Он прославится, когда станет известно смысл Его прихода в мир, когда в Его, в этом, скажем так, бессилии, как кажется на первый взгляд, как мы слышали сейчас в начале собрания, когда в этом растерзанном теле, когда об изображенном лице увидится Его слава, будут люди видеть Его любовь, и это будет Его прославлением. Этим самым Он и Отца прославит. Отец будет смотреть на Сына, который добровольно исполняет Его волю. И никто так не прославил Отца, как сам Его Сын Иисус Христос. И Отец, в свою очередь, прославит Сына, как говорил Иисус вскоре. Вскоре Он воскреснет. После всех этих страшных событий Он воскреснет во славе. Мало того, Он сядет одесную Бога и там вместе с Отцом, будет во славе. Вы знаете, вот в этой обилии, этой славы, если наша с вами часть, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, давайте будем причастны к славе, к славе нашего Спасителя Иисуса Христа, к славе Отца. Каким образом? Своим славословием, своим почтением Богу, жизнью своей, которая славит Отца. Мы много можем читать в Евангелии, когда Христос говорил, что жизнью своей вы можете заставлять людей, так образно говоря, заставлять их славить Меня. Они будут вашу жизнь видеть, может быть, ваши поступки, решения, сказанные слова. Видя ваши мотивы и помыслы, они будут осознавать, что это невозможно без чего-то внутри. И будут благословлять Господа. Знаете, я хотел бы каждому из нас пожелать, еще раз, может быть, в преддверии этого Рождества, какого-то восторжного праздника, давайте славить свою жизнь у Христа. Как Иисус Христос хотел прославить Отца, как взамен Отец прославляет Сына, вот это вот такое круговорот прославления. Знаете, будем там, будем славословить в наших собраниях Господа Иисуса Христа, в пении, в молитвах наших. Вы знаете, не будем скромны на слова, которые будут воздавать честь и хвалу Христу, может быть, признаваться Ему своей любви, в том, что мы без Него ничего бы не могли. Это все приносит славу. А еще, может быть, большую славу приносит, вот как наша сестра сегодня делилась, когда, может быть, в трудной ситуации, когда ты придавлен каким-то камнем трудностей, беды какой-то, и вот оттуда вызвать Господу. Вы знаете, Христу это особенно приятно. Поэтому давайте и мы, вместе, может быть, с нашим Спасителем, воздавать славу Отцу Небесному. Но помимо этого, братья и сестры, хотелось бы еще вот упомянуть о двух учениках Иисуса Христа. Конечно, вы, может, уже догадываетесь, это Иуда и это Петр. О них здесь тоже идет речь, об Иуде в большей части, о Петре в меньшей. Но в чем-то есть сходство в этой ситуации между этими двумя учениками, но в чем-то очень огромная разница. Знаете, с Божьей помощью хотелось бы это рассмотреть и отсюда вынести для себя урок для своей практической христианской жизни. Итак, тяжелая ситуация в жизни Иисуса Христа, о чем и говорит нам 21 стих, что осознавая то, что сейчас будет происходить, Иисус глубоко в сердце возмущается духом, как-то внутри себя он переживает, он с каким-то особенным волнением встречает вот этот вечер, может быть, с этого вечера что-то особенно начинается в жизни Христа. То, к чему он шел, то, к чему уже с малых лет, когда к ребенку приходит сознание, то, на что он уже понимал, на что он сюда пришел в этот мир. Знаете, и вот оно было далеко когда-то, а теперь, в этот вечер, когда его дух возмущается, и сейчас будут проходить какие-то события, он понимает, вот оно, вот оно пришло, пришло. И в этот сложный момент рядом с ним его близкие, самые близкие люди, это его ученики, долгие годы с ним проведя, они сидят в этой комнате, точнее говоря, не сидят на востоке, они больше возлежали. И вот это вот, может быть, необычность выражения, когда ученик был у груди Иисуса Христа, оно тоже объясняется вот этим положением возле стола. Возлежав на левом локте, правую руку освобождая для принятия пищи, они, получается, по кругу так вот сидели вокруг стола, и так получается, что голова была возле груди соседа, и так по кругу взаимно. И вот в этом окружении своих учеников, он говорит сложные слова для их понимания. Один из нас предаст, один из вас предаст меня. Вы знаете, и Христу больно. И Христу мы можем видеть через строки, может быть, между строк читая, как больно он это произносит, как тяжело ему это осознавать. Конечно, ученики не убывают, кто, как. Рядом с Христом кто-то лежит, кто-то возлежит. Это естественно, справа, с левой стороны. Знаете, богословы тоже много рассуждают, кто же был рядом с Христом, и кто же этот ученик любимый, который был возле груди Иисуса Христа. Ну, большинство склонны к тому, что это ученик Иоанн, который и пишет это Евангелие. И Петр дает знак. Иоанн спросит, так мы не понимаем, как мы здесь собраны все вместе, мы же такая дружная команда. Как это кто-то предаст? Иоанн спрашивает. И Иисус отвечает. Ведь мы читаем, так понятно, как бы символично дает знак такой. Я вот таким действием покажу, кто. И он совершает это действие. Он берет этот хлеб, обмакивает и подает Иуде. Отсюда мы, знаете, можем такое сделать утверждение, что так как Иисус близко разговаривал с Иудой, у них был диалог, так как он на расстоянии руки протянул ему хлеб и сам собственноручно дал ему этот обмакнувший хлеб. Скорее всего, Иуда был, тоже рядом с ним возлежал, тоже очень близко Иуда. Но ученики не понимают. Как-то так они не понимают этого. Я не боюсь объяснять, почему, но кажется, нам сегодня читаешь, ну все понятно. Возьмите его, схватите, чтобы не ушел, не предал. Но почему-то они не обращают этого внимания, не уделяют, может быть, этому тот смысл, который Христос сложил и оставляют это незамеченным. Иисус подает этот хлеб и говорит, видит, что в него входит сатана. Иисус с духовным зрением понимает это и видит это безысходной ситуации. До последнего стараясь, может быть, как-то дать Иуде шанс при всех, как бы излечает его. Это ты. Ты предашь меня? Иуда принимает этот кусок молча. В него входит сатана, и Иисус говорит, что делаешь? Делай скорее. Это неизбежно. Иуда уходит. И потом идет речь Христа и обращение Петра. Тоже много смелости, как мы слышали сегодня в стихотворении. Много порыва, много стремления, много обещаний. Но Христос, как бы своим ответом, выливает куш холодной воды, облазно говоря, на Петра и говорит, ты меня не предашь, истинно говорю тебе, предашь и ты меня. Знаете, и на самом деле Петр предал Христа, отрекся от Него. И в чем-то вот эти два ученика похожи. Ну, в каком-то смысле все они предали Христа. Знаете, но между Петром и Иудой есть огромная разница. Если Иуда делал это сознательно, выносил это в глубине сердца долгое время. При этом он оставался хорошим актером, играя такого роль верного ученика Христа так хорошо, что даже ученики не заподросли для этого. И в ключевой момент не обратили это внимание. И он, даже когда Христос подает ему этот кусок, даже когда при всех он зададут ему это молчаливый вопрос. Так все-таки, Иуда, ты сделаешь то, что думал, этот грех, ты возьмешь на себя эту вину. Знаете, и Иуда принимает это сознательно. Он остается на своем. При всем это может быть присутствие возле Христа, при всем этом участии в ученичестве, он в глубине сердца вынашивает коварный план предательства. И это совершает. И горько за это расплачивается. Петр же в своих, может быть, таких порывах, не совсем осознанных, есть такое выражение, когда сердце, знаете, рвется быстрее, чем голова думает. Вот, вот, верил, но пришло испытание, пришла трудность, пришлось отстоять свои, может быть, убеждения, свою приверженность Христу, Учителю, и он оступается. И горько плачет, и раскаивается, и потом встречается со Христом. Мы видим, насколько похожи они в начале, насколько по-разному пути Иуда и Петра расходятся в конце. Один кончает жизнь самоубийством, другой становится основателем церкви, на которого Христос сказал, я на этом камне создам церковь, и врата не одолеет его. Вы знаете, о чем это сегодня мне говорит образно вот эта история жизни Иисуса Христа перед его распятием. Иногда мы можем узнать, какие-то свои черты вот в этих двух учениках. Не хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы были подобны Иуде. В каком смысле? Да, как мы сегодня слышали, мы, может быть, не предаем Христа, так очевидно, но, может быть, мы иногда, будучи столь набожны, будучи рядом в какой-то христианской среде, но в своей душе, пустив соблазн и поддавшись греху, мы не спешим раскаиваться, мы не спешим, осознавая все это, падать к ногам Христа и приносить в слезах, может быть, свое покаяние. Мы как-то прячемся, мы утаиваемся, мы стараемся выглядеть хорошо, только бы, чтобы не потерять репутацию, но этот грех, он разрушит нас изнутри, как разрушал Иуду. И это очень опасное положение находиться в каком-то сознательном грехе. Если даже мы падаем, пускай наш путь будет как путь Петра. Если даже мы оступаемся, опять же, как мы слышали в этом стихотворении, и проигрываем наши битвы, уже, может быть, не на стадионах римских, где-то не на Колизеях, но внутри себя, в этом интервью с собой, со своими христианскими убеждениями мы проигрываем, то пускай мы будем как Петр приходить к Христу с раскаянием. И когда Христос нас будет спрашивать, любишь ли ты меня, признаваться ему в любви, осознавая свое падение и несовершенство, все равно устремляться лишь ко Христу. Знаете, пользуясь случаем, я хотел бы немного таким поделиться свидетельством или опытом и просьбу сегодня к вам свою как бы сказать. Я последние несколько месяцев больше провожу время с молодыми людьми, это подростки, это наши, ваши, можно сказать, братья и сестры, дети, многих из вас, ребята, которым 12, 13, 14, 15, дети верующих родителей, наверное, в подавляющем большинстве. И вы знаете, я хотел бы, чтобы их жизнь, она пришла все-таки к Голгофе. Я не хотел бы, чтобы сейчас, когда они еще, может быть, хотя они уже много что сознают, вы знаете, и может быть, ошибочно было бы говорить, что они еще молоды, может быть, им еще рано говорить какие-то такие духовные вещи. Вы знаете, мир, он так не думает. Мир вокруг них, он не считается с их возрастом, напротив, это его плюс. Он пользуется их неопытностью, открытостью, неуверенностью, отсутствием авторитетов, и он изливает всю грязь в них, не стыдясь. Он делает все возможное, чтобы опорочить, как-то осквернить их жизнь, их сердце, их мысли, их чувства. Братья и сестры, я думаю, что нам не стоит тоже стоять в стороне, ждать, когда, может быть, они вырастут, какого-то достойного совершенства в возрасте, и тогда преподавать им духовные вопросы, какие-то, касающиеся их спасения. Я думаю, что надо действовать на опережение. И хотя прекрасно у нас работает воскресная школа, вы знаете, я позволю себе констатировать такой факт, что подавляющее большинство из них, они, по моему мнению, сколько я с ними могу провести какой-то анализ, и видеть их невозрожденные люди, и это ничего, это процесс, дай Бог, чтобы они в скорости познали Христа как своего спасителя. Вы знаете, и вот об этом болит мое сердце, и у меня просьба, чтобы мы вместе еще и этот вечер, и, может быть, вы, братья, и сестры, и церковь, больше посвящали время в молитве за них. Их, как бы, в этой группе не так уж много, около 10 человек, но, братья и сестры, грех уже их коснулся. Грех нас всех коснулся уже с младенчества. Как мы слышали сегодня утром, пастор говорил, что мы водами все согрешили, но он уже начинает прогрессировать, их много, что увлекает и увлечет, если не Христос. Мои сестры, и хочется, чтобы вот этот момент, который был в учениках Христа, в этой комнате, чтобы он не наступил в их жизни, когда Христос образно этот предложит кусок хлеба и скажет, так, на чьей ты стороне, на чьей ты стороне, чтобы не обозлилось их сердце, чтобы к этому моменту оно было как-то уже распахано, чтобы это слово, как семя упавшее, дало плод, значит, чтобы в этот момент они не спрятались за какую-то такую религиозность своей семьи или чего-то либо другого, воскресной школы, молодежи, чтобы они открытым сердцем признались перед Христом, что они грешники и что им нужен спаситель, приняли его и стали в число церкви. Братья и сестры, вот в таком, может быть, разрезе, хотелось бы настроить нас сегодня на эту молитву. Давайте посвятим эти мгновения для того, чтобы благословить их, благословить наших детей еще раз, благословить подростков, молодежь. Молодежь, если кто-то еще из вас не переменился со Христом, не стоит прятаться с грехом где-то здесь в церкви. Открывайте свое сердце перед Господом. Скорее разрешайте этот вопрос, потому что время последнее, тянуть нечего. Пусть Господь благословит вас в ваши молодые годы посвятить свою жизнь Христу. И даже если бывают падения, вы встречаете какие-то соблазны, если вы так понимаете, что вы предали в чем-то Христа, оступились, идите путем Петра, примиряйтесь со Христом, раскаивайтесь, сожалейте, и Христос простит. Для этого Он пришел в этот мир, для этого Он умер и воскрес. Будем молиться, братья и сестры, будем благословлять всю церковь и в особенности наших младших, будем нести их на руках молитвы, чтобы Господь их благословил, чтобы Господь дал нам, может быть, внимательное сердце, вам, дорогие братья и сестры, их замечать, подбодрять, больше молиться, мне, как я больше с ними общаюсь, какую-то мудрость и ведение, как ближе их ко Христу привести, как их привести к Голгофе, чтобы они познали Христа, как своего Спасителя и были в вечности вместе с нами. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. Спасибо. Спасибо. Отец Небесный, я вместе с Твоей церковью пристаю пред Тобой, Господи, и я радуюсь, Господи, что сегодня мы вспоминали смерть и страдания Твои, Христос. Это наша победа, это наша радость и счастье. Господи, Твоя смерть, наша жизнь, Господи, Твой позор, наша слава. Господи, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что Ты принял образ раба, Господи, что Ты пострадал и дал нам новую, другую жизнь в Тебе, дал нам надежду, Господи, и несмотря на все трудности жизни, тяготы, невзгоды, Господи, надежда на вечную жизнь нас укрепляет. Господи, Твое присутствие, Духа Святого, в нашей жизни, во всех ситуациях нашей жизни, оно укрепляет нас. Господи, мы хотим бороться, и хотя слабеют силы, и путь тяжелый перед нами, но мы хотим его пройти с Тобой. Господи, радость сегодня, мое сердце также и скорбит, Господи, и переживает, и волнуется, Господи, за наших молодых, которым, Господи, уже время принимать серьезные решения в жизни. И, Господи, это не будет громко сказано, что это самое серьезное решение в жизни, отдать ее для Тебя, ведь она по праву принадлежит Тебе, Господи, и Ты для этого приходил, чтобы привлезить нас к Себе. Поэтому, Господи, мы понимаем, что этот мир и дьявол, Господи, когда-то он искушал Иуду и желал наполнить его жизнь, чтобы он совершал то, на что он, Господи, на что он его направлял, Господи, мы понимаем, что и сегодня он действует так же, а может быть, даже еще хитрее, Господи, он хочет наполнить жизнь, он хочет этих подростков, Господи, окрутить всякой суетой, развлечениями, грехом, соблазном, Господи, разбить, украсть, убить и погубить, Господи, цели его не изменились, Христос, но мы в слове Твоем читаем, Господи, мы хотим, чтобы это слово было плотью в нашей церкви, в жизни этих молодых людей, Ты говоришь, Господи, что юноши, отроки, вы сильны, вы победили лукавого, потому что вы познали отца, Господи, мы хотим, чтобы они познали Тебя, Господи, чтобы они познали Твою отцовскую любовь, явленную в Твоем Сыне, чтобы открылась им Твоя мышца, Господи, чтобы они стали те, кому открылась она, которые поверили Тебе, Господи, Ты влеки к себе, Христос, наши слабые силы, наши программы, наши слова и действия, они, Господи, просто бессильны, Господи, без Тебя, просим Тебя, наполни нас, Господи, всех, как церковь, заботиться о младших наших, и о них больше, Господи, проявлять попечение, Господи, как о тех, кто в этом больше нуждается, помоги нам сильным сносить их немощи, Господи, может быть, их какое-то поведение или внешний вид, но, Господи, видеть в них души, молодые души, которые могут быть посвящены Тебе, Господи, может быть, сейчас они еще не знают Тебя, и стоят в шаге, может быть, от самого главного решения своей жизни, Ты благослови их, сделать этот шаг твердо и уверенно, отдать свою жизнь Тебе, я молюсь себя каждому из них, Господи, я знаю, что Ты любишь их больше нас, больше родителей, больше матерей, Ты за них пострадал, благослови всех нас, всю церковь, деток маленьких, Господи, помоги, Господи, и в воскресной школе, Господи, и в молодежи, Господи, нам открывать Тебя, Господи, чтобы наше христианство становилось более твердым, и, Господи, более ярким Иисус для этого мира, поэтому я Твоим именем благословляю каждого из них, благословляю всю церковь, и благодарю Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты своим словом наставляешь нас, помоги нам, Господи, и также всегда быть в мире с Тобой, Господи, если кого из нас что-то тревожит, Господи, приходить к Тебе, не держать это в себе, Господи, не скрывать это, но открывать перед Тобой, сознаваться и получать свободу, выходить в этот свет, Господи, не сидеть в этой тьме, но выноситься на свет, и тогда приходит мир, радость и счастье, поэтому да будет Твоим имя благословенно, Христос, за это собрание, за присутствие Твоего Духа, за действие Твоей благодати, слава Тебе, хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, сейчас будет петь хор, и время этого пения, есть хорошая возможность, дело в том, что, вот как написано там, Господь грядет, братья и сестры, дорогие друзья, Господь идет за своей церковью, и Он идет забрать ее к себе. И вот этот вот вопрос каждый себе зададим. Я принадлежу к церкви Господа Иисуса Христа или не принадлежу? Если еще нет этой такой уверенности в какое-то сердце, может это молодой человек, может человек постарше, если ты не чувствуешь, не знаешь, и твое сердце сегодня бьется, ты понимаешь, что ты не принадлежишь к числу церкви, Господь зовет тебя. Скоро Он придет забрать своих. Поспеши войти в число церкви, покаяться в своих грехах, исповедовать Господа своим Спасителем, и Он даст тебе прощение грехов в дар вечной жизни. Братья и сестры, друзья, мы встанем сейчас, будем молитвенно слушать пение хора. Если есть такие друзья среди нас, пожалуйста, есть возможность, пройдите вперед, мы помолимся за вас, чтобы Господь простил вас. ПЕСНЯ 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 Напомню, что наше богослужение проходит по воскресеньям в 10 утра в 6 часов вечера и также в среду молитвенное собрание в 6 часов вечера и на половину восьмого. Помолимся, просим, чтобы Господь благословил, когда мы оставим это место, и чтобы Господь прибыл со всеми нами. Помолимся. Господи, благослови каждое сердце, которое сегодня слышало Твое Слово. Господи, прими от нас поклонение и честь, Господь, потому что мы чувствовали, Господь, что Ты говорил к нашим сердцам, Господи, слава Тебе за это, Господь. Мы просим Твоего благословения, когда мы оставим дом молитвы, Господь, когда мы пойдем в наши дома, когда мы отправимся, Господь, и на этой трудовой неделе будем совершать дела. Господи, дай нам благословение Твое, Господь, храни нас на путях наших. Благослови, может, кто-то из наших братьев или сестер в болезни, Господь. Мы не получили записки, чтобы молиться, но мы видим, что не все были сегодня вечером, поэтому мы просим Твое благословения, укрепи силы пожилых наших братьев и сестер. Господи, да, прославится имя Твое святое в нашей жизни, Господь. Слава Тебе, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Глеб наш, сущный, продавай нам на каждый день и прости нам от долги наших, как и мы прощаем от долг наших. И не влети нас в Твое искушение, но и спать нас от урага. И во Твое есть царство, и сила, и слава, вопреки. Аминь. Наше собрание окончено. Будем приветствовать друг друга, Господь со всеми нами. Молодежь, я прошу остаться для короткой беседы еще на месте хора.